Ну что ж, пришло время поднимать настроение, говорить о праздниках, и я думаю, что давайте начинать. У нас сегодня в студии Юлия Солодко, студентка греческого отделения Института иностранной филологии Крымского Федерального Университета. Доброе утро! Доброе утро! Юлечка, расскажи, как твое настроение, с чем пришла к нам сегодня? У меня все прекрасно. Пришла рассказать о греческом празднике День Охи. Вы знаете, я сегодня утром, когда проснулся, в 4 утра, и охи были, и вздохи. А что означает в вашем случае охи? День Охи, переводя на русский язык, это День Нет. Нет? Да, Охи это Нет. То есть если я хочу сказать Нет, не кладите мне сахар в чай, мне надо сказать Охи-Охи. Охи-Охи. Спасибо за публику. В общем, такая была ситуация. 28 октября в 3 часа ночи итальянцы поставили ультиматум Греции, чтобы якобы, чтобы внести свои войска на территорию Греции. На что премьер-министр Греции Иоаннис Метаксас ответил Охи. Эту информацию разнесли уже по радиовещанию. Это уже было в 20 веке. Да. 1940 года. И вслед за премьер-министром весь греческий народ ответил Охи. Уже утром 28 октября в городах Афины, Солоники люди вышли с лозунгами «Смерть фашизму». Так вот все и началось. То есть началась война в Греции. То есть первая, вторая мировая война пришла в Греции. Да, вторая мировая война началась в Греции в 1940 году. Воевали и мужчины, и женщины. Очень не хватало боеприпасов, оружия. И женщинам приходилось на горы тащить на себе иногда даже очень тяжелое оружие, пушки. И греки сражались так ожесточенно, что даже Уинстон Черчилль, тогда еще премьер-министр Англии, выразился примерно так. Мы обычно говорим, что такие-то, такие-то сражаются как герои. Но что касается греческого сопротивления, то здесь уместно сказать, что герои сражаются как греки. И греки были очень сильными в войне с Италией, что итальянцам пришлось просить помощи у Германии, у своей союзницы. И уже 27 апреля Германия захватила Акрополь и поставила флаг свой на этом священном для Греции здании. Но в ночь с 30 на 31 мая греческие студенты Манолис Грезос и Апостолос Сантос пробрались в тщательно охраняемый Акрополь и сорвали фашистский флаг, установив на его месте бело-голубой с крестьянским христом флаг Греции. Да, и с того времени 28 октября считается священным национальным праздником как в Греции, так и в греческих диаспорах за рубежом. Это символ патриотизма, это символ достоинства национального. И я хотела бы поздравить всех греков, всех филелинов с этим праздником, если можно, на греческом языке. Потрясающе красивый язык. Очень красивый, да. А могли бы перевести, что вы сказали? Это дословно примерно так, что национальный день, праздник, 28 октября, тот день, когда мы сказали нет. Поздравляю всех эллинов, всех филеллинов с этим праздником, хороших выходных, ну там, дней и с праздником. Хроня пола. Здорово, умничка, очень красиво. Скажите, пожалуйста, наверняка есть какие-то традиции встречи этого дня? Да, конечно. Расскажите, как отмечают этот праздник? В Греции, честно говоря, я точно не знаю, но вот, допустим, у нас в университете, мы, я вот учусь уже второй год, и мы каждый год... Простите, а вы гречанка тут происхождите? Нет. А почему же тогда выбрали такое сложное и не самое популярное направление? Ну, оно несложно, это очень легкий язык, он очень легкий в общении, очень легко дается. А вот почему выбор, Павловна, на него? Ну, так вышло, что у меня был выбор, либо английский, либо греческий, и так как мне стало интересно, что это за язык такой, и у нас в стране очень много греков, и это все равно популярно, греческий язык для молодежи, как мы привыкли говорить в нашем университете. И мне стало просто интересно, как на нем общается, что это за язык. И второй год учусь, я просто в восторге. Это очень... Когда-то я тоже в институте проходил древнегреческий, но это было что-то очень сложное, на мой взгляд. Древнегреческий сложное. Давайте вернемся к празднику Охи. Так как же все-таки в Крыму его встречают? В Крыму, вот, в наш университет, мы ходим в библиотеку Ивана Франка, предоставляем там программу праздничную, поем песни, гимн Греции. Вы знаете греческие песни? Конечно. Мы поем каждую пару, да. Мне бы очень хотелось, конечно, услышать. Это очень красивый язык, и очень много песен для молодежи. Вот старые песни, есть переводы русских песен на греческий язык, вот даже песни «Журавли» есть на греческом языке. На греческом? Да, это очень красиво. Ярани будет на греческом «Журавли». Да. И вот мы каждый год ходим в библиотеку, выступаем, поем песни, смотрим фильмы патриотические. Какие люди приходят на ваше мероприятие? В основном приходят вот все студенты именно греческого отделения. Ну, мы, конечно, приглашаем вообще всех. Могут прийти вот из «Автономии греков» с Тавриды. Да, приходят. С Тавриды – это что? Это… Рыбка такая. Это… Я понимаю, что… Республиканский, да, национально-культурная «Автономия греков» Таврида. Вот. И вот они приходят, они нас поздравляют, мы их тоже. Поете песни. Да, поем песни все вместе, празднуем. А вы где-то анонсируете вот, где проходят мероприятия, там, в соцсетях? Да, в соцсетях, да. Приглашаем. Мне к вам просьба. Осталось буквально 40 секунд нашей беседы с вами. Пожалуйста, расскажите всем нашим телезрителям, как можно поучаствовать в вашем мероприятии, где будет что происходить? А вот в понедельник, в 3 часа дня в библиотеке Ивана Франко приглашаем всех поучаствовать, посмотреть и, естественно, понять вообще, о чем мы говорим и что это такое денюхи. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, мы просто так не отпустим. Мы сначала вас представим, кто сегодня был у нас в студии. На студии была Юлия Солодко, студентка греческого отделения Института иностранной филологии Крымского федерального университета. Большое вам спасибо. Спасибо вам за беседу.